я обязательно выживу я обязательно выживу билось в его воспаленном сознании я обязательно выживу страх накатывал липкими волнами и заполнял все его жалко и ничтожное существо и обязательно выживу маленький грязный котенок прятался забившись в щель между домами я обязательно выживу прятался от больших грубых бесстрастных ног не раздававших ему пинка прятался от холодного дождя прятался от огромных быстрых машин прятался от страшных зубастых собак прятался от этого мира и обязательно выживу маленькая хрупкая тельце его дрожала скоро голод заставит его вылезти из своего ненадежного укрытия через час его маленькие стертые в кровь лапки сделают несколько несмелых шагов навстречу улице а потом он пересилив себя подгоняемый страхом побежит с такой скоростью на которую только способна его искалеченная тельце он побежит петля между больших пыльных ботинок изящных туфелек ярких сандалий и рваных кроссовок я обязательно выживу проносится сейчас пока он еще сидит между домами в его голове вам смотри котенок фу не трогай его смотри какой он уродливый грязный он точно чем-то болит и обязательно выживу уже не виноват в том что он такой худой и грязный он был замечательным милым котенком шерстка была пушистой глазенки блестели как две большие бусинки маленький хвостик большие ушки он любил играть с мышкой из ниток любил теплое молоко и спать возле мамы со своими братьями и сестрами в дом где он жил приходили люди и забирали его братьев и сестер за ним так никто и не пришел это потому что он был не чисто белым а с пятнами люди долго спорили что же с ним сделать и решили чтоб долго не возиться с ним просто посадить в коробку и вынести на улицу как мусор любопытные доверчивый он вылез из коробки и побежал открывать новый мир после дождя его шерсть испачкалась привыкший класский зверек проголодавшись побежал к людям и не понимал почему здесь они не такие как дома жестокие дети кидали в него камнями когда он подходил чтоб поиграть взрослые пинали его ногами отталкивали палками на него кричали его отовсюду прогоняли я обязательно выживу теперь он не ласковый домашний котенок он превратился в грязный комок шерсти и крови маленький никому не нужно из густок более страха и обязательно выживу мы ведь живем в темпе задаваемом нам этим жестоким миром ни у кого не хватает времени чтобы взглянуть себе под ноги чтобы посмотреть не топчется ли он на чьей-то жизни я обязательно выживу когда он выберется из своего укрытия чтобы найти пищу он попадет в парк где будет лазать по мусоркам возле лавочек снова наткнется набитое стекло жалобно заплачет все равно полезет дальше потому что найдет жалкие крохи какой-то еды а потом с поводка сорвется собака и клацая челюстями загонит мяучащего котенка на дерево откуда он не сможет слезть и будет сидеть там громко мяука и дрожа от страха тогда из окна под которым стоит это дерево высунется чья-то безжалостная рука который надоели всхлипы блудного кота под окном и уилит на него кастрюлю ледяной воды котенок не удержится на дереве и с глухим стуком шлепнется в траву я обязательно выживу густая темнота окутает его маленькая окоченевшая тельца колючим одеялом он побежит к неоновому свету остановок и магазинов что было не так страшно ему будет так холодно так одиноко ему так будет нужна ласка станет тереться грубые ноги прохожих получает них брезгливые пинки и в конце концов устала побежит искать себе укрытие чтоб провалиться в нездоровый беспокойный сон чтоб все могло повториться когда он проснется утром и обязательно выживу он забежит в какой-то двор и не сможет выиграть гонку на выживание с собакой и обязательно выживу застучит у него в мыслях когда он почувствует как челюсти пса сжимаются на его бедре и он отрывается от земли в воздух фу брось немедленно эту дрянь что ты опять нашел господи да он же может пуге тоже больной немедленно брось я кому сказал фу я обязательно выживу перед носом котенка оказалась грязь и обязательно выживу он будет лежать в этой вязкой лужи грязи попытается встать но не сможет даже дыхание будет причинять ему боль и обязательно выживу еще несколько минут он будет пытаться издать жалобный писк чтобы вызвать на помощь чтобы чтобы сказать как ему больно я обязательно выживу последний раз пронесется в его сознание а потом боль поглотит его целиком и он провалится в никуда его жалкая тельца полная боли до последней секунды останется лежать в грязи пока дворовые собаки не утащит его куда-то сейчас он сидит между домами испуганно озираясь и готовится выйти навстречу этому жестокому миру подгоняемый голодом все можно исправить вопрос только в том нужно ли кому-то это посмотрит ли кто-нибудь вниз чтобы увидеть что он топчет чью-то жизнь я обязательно выживу читал кости суханов давайте поделимся может быть кому то не все равно